Хорошо. Пасха наша, да? Христос закланный за нас. И Он есть тот непорочный Агнец, Он есть Бог, Который явился во плоти, и Он оправдал нас, да? Он оставил славу небес ради каждого из нас. Он уподобился человеком, Он стал, как раб, написано филиппийцам 2, 6-7, написано, Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек. Вообще сильно Бог оставил небеса, все славу оставил свою и пришел на землю, чтобы принести эту искупительную жертву. И мы знаем, что написано, что Он говорит, что никто у меня не отнимает жизнь ее, жизнь, да? В моей власти отдать ее и принять. И мы видим этот акт доброй воли, который Он совершал здесь на земле, ну, за цену платил, за каждого из нас. Когда Он был распят на кресте, Иисус понес наши немощи, болезни, мы знаем, что в Исайе 53 это написано, и Он изъявлен был за грехи иначе, мучен за беззаконие, и наказание мира нашего было на нем. Наказание мира в Иисусе Христе искупительная жертва всего мира, всего человечества. И в Иоанна 19 глава, 28 стих, 28 стих, 29 и 30. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на и соп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, уксуса сказал, совершилось, и преклонив главу, предал дух. Слово, значение, как в греческом переводе, совершилось, значит, первое значение, задание выполнено. Совершилось, задание выполнено. Я сделал то, что нужно было сделать, порученное Отцом. И второе значение, это искупление произошло, плата за грехи внесена. Искупление произошло, совершилось. Да, и теперь мы знаем, что раньше приносили там жертвы животных за грехи, но Иисус искупил и принес, заплатил за нас цену свою. И нам не нужно приносить, да, жертвы какие-то за грехи свои. Единоразовым приношением Господь открыл нам этот путь свободы, этот путь жизни, этот путь перехода, Пасхи Его, смерти и воскресения. И Он освободил нас от проклятий, от прошлой жизни. И кровь Христа, она очищает нас от мертвых дел для служения Богу живому. Аллилуйя! Я когда был в мире, еще мама столько уже настрадалась была, намучилась и с моими этими грехами, которые были со мной, во мне и через меня. Они распространялись везде, грехи. Из дому выносил все, что можно было. Все, что в руки можно было поднять, все сдавал, наркотик, деньги нужны были. В гости уже родственники не принимали, потому что я бы, если приходил в гости, пропадало золото, пропадали ценности какие-то, то, что можно было украсть. И мама уже настолько устала была от меня. Она говорит, лучше бы ты один раз умер, похоронили, переплакали бы и все, говорит. Мы не можем сказать, да, что греха его нету. Он есть. Он есть. И он порабощает каждого человека. Он приносит смерть. Но смерть и воскресение Иисуса Христа принесла нам жизнь, принесла нам победу над дьяволом, над его делами, над грехами. Написано, что Иисус, он подверг позору дьявола. Позору подверг его. И, конечно, когда я уверовал уже, мама рада, счастлива, что мы имеем общение с ней уже, потому что два раза там, ну, язык мне доставали, передоз был. Просто надоело. И мне жить уже было, и вокруг людей мучить, да. Я тоже хотелось уже как покончить с собой. Но Господь, видите, сохранил. Господь даровал эту милость, свою любовь. И сегодня, конечно, я благодарю Бога, что Пасха – это не те куличи, яйца, которые красят там, пекут. Пасха – это переход из смерти в жизнь, из рабства греха в сыновство, из греха в дочеря переходят. Бог, он стал проходом, переходом от смерти в жизнь. От смерти в жизнь, от злости к любви, от греха к чистоте, от проклятия к благословениям. И 1 Коринфянам, 5 глава, 7-8 стих. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так, как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклонный за нас. Аминь. Надо говорить, что Христос наш, есть Пасха, заклонный за нас. Ни зайчики, ни яйца, или еще там, что могут придумать, да. Просто соблюдают традиции и все. А не понимая, что они обозначают. Люди придумают, и потом сами ходят в этом неведении и погибают. Я был как-то на похоронах у своего дяди. Дядя умер был, и там процессы вот эти все. Гроб положили в яму. Потом нужно землю там бросать, и идешь дальше, хлеб стоит, там каравай, кушают. Я говорю потом, после процесса этого, говорю батюшке, говорю, а почему это делают люди? Он говорит, это они сами придумали. Сегодня много того, чего придумали люди. И оно вообще, ну, никуда не оденешь его. Оно не соответствует истине. Люди ходят в неведении, а из-за недостатка ведения люди погибают просто. Но Господь, как мы читаем, что Пасха наша – это Христос, заклонный за нас. Еще раз прочитаем. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так, как вы бесквасны. Ибо Пасха наша – Христос, заклонный за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины, да? То есть нам нужно тоже размышлять об этом празднике, об этом переходе, как израильский народ Бог вывел тоже, Пасха была совершена, как Иисус Христос был распят и воскрес, Пасха есть заклонной за нас. То есть мы с вами должны размышлять, станем праздновать не со старой закваской, да? Не с тем, что есть в этом мире, не с тем, что может нас квасить, как-то проявляться в нас, но с опресниками чистоты и истины. Псалом 50, 12 сказано. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый, обнови внутри меня». Давид так молился. «Сердце чистое сотвори и дух правый». Псалом 18, 13 сказано. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня». То есть кто усмотрит, кто может предвидеть свои действия, свой путь? Есть то тайное, что иногда оно проявляется в нас. Ты вроде живешь, живешь верующий, верующий, а потом раз на ровном месте тебе тайное. Ты не думал, не знал и не помнил об этом, оно раз и проявилось. То гордость, то злость, то ненависть, то обида какая-то. И этот Давид говорит о тайных, очисти меня. И это то слово, над которым я размышлял, чтобы праздновать Пасху в чистоте, в истине. И мое сегодня слово, чтобы мы также размышляли над детям. Потому что это жертва, чтобы помочь нам, как Дато говорил, да, помочь нам также, преобразиться. Поэтому предлагаю помолиться за себя, чтобы осознанно понимать, что было совершено на кресте. Аминь. Давайте встанем и помолимся за себя. Чтобы Богу позволить, написано, Давид просит, чтобы чистое сердце сотвори. Чтобы позволить Ему, да, показать мне то, что есть во мне. И Ему не угодно, и чтобы Он очистил нас. Я верю, что с чистотой и святостью связаны близкие отношения с Богом. Когда мы наблюдаем за собой, смотрим внутрь себя, понимаем важность Пасхи, понимаем цену, которая была заплачена. Чистота и святость очень важны. Псалом 18, 13 сказано «Избавь меня от неразумия», то есть от тайных моих. Это значит избавить от неразумных действий, избавить от беспечности, чтобы быть храмом Божьим, наполненной Его силой, Его славой. Тайные – это мы и сами можем не знать, то, что может быть внутри нас. И оно иногда становится явным. И когда оно становится явным, проявляется через нас, да, нам потом стыдно становится. И мы думаем, да вроде ж верующий, а бывает такое. Но Давид знал силу молитвы, он знал, что Бог, он может помочь. Аллилуйя, Отец, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него. Он не погиб, но имел жизнь вечную. И мы верим, верим в эту любовь, которая была, как Ты говоришь, станем любить не словом и языком, а делом и истиной. Мы верим, что Отец Твоя любовь, Твой приход в Иисусе Христе не был просто на словах. Это была жертвенная любовь, которая не считалась ни с кровью, ни с плотью. Ты, когда шел на крест, Господь Иисус, дорогой наш, пастыр наш, искупитель наш, начальник жизни нашей, совершитель веры, Ты, когда шел на крест, Ты думал, думал о каждом из нас. Ты думал о той цене, о той жертве, которую Ты совершал. Ты сказал, совершилась, плата искупления, она принесена. Вы свободны от рабства греха, Вы свободны от проклятий, Вы исцелены от болезней. Вы здоровы, Вы имеете во мне все то, что Вам необходимо для жизни. И жизни с избытком, жизни благочестий. И мы верим в эту жертву, мы верим в воскресенье. Спасибо Тебе, Отец, за Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Иисус, за подвиг Твой. Подвиг Твой Ты совершил подвиг. И мы сегодня стоим здесь и прославляем Тебя. Спасибо Тебе, Отец, за Дух Святой, который также есть причастен ко всякой искупительной жертве, потому что это Он. Он также был помощью в трудные времена. И мы молимся за Себя. Молимся. Просим Тебя. Сердце чистое сотвори в нас. И Дух правый обнови внутри нас. Пусть тайное все, то, что мы, может, и не знаем, внутри нас, но иногда оно проявляется. Мы просим очисти нас от тайных наших, каких-то внутренних, Господь, вещей. Мы просим очисти нас от гордости. Просим очисти от гордости, потому что мы знаем, что у Тебя нет ничего общего с гордостью. Мы смиряемся пред Тобой. Мы хотим быть наполнены Тобой. Мы хотим быть тем сосудом, Бог, через который Ты будешь изливать. Изливать свою любовь, показывать свою силу, показывать свою власть, показывать самого себя. Поэтому просим очисти нас от тайных наших. И мы входим, Господь, в этот праздник Пасхи. Празднуем, Господь, с чистотой, с истиной Твоей. И благодарим Тебя, Отец, за Иисуса Христа. И прославляем Тебя. Аллилуйя! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя! 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 Аллилуйя!